Всем добрый день! С вами опять Оксана Высочина. И сегодня я покажу вам, как сделать шоколадный чизкейк в форме сердца. Символично, правда? День Святого Валентина совсем скоро. И вот такую формочку я использую. Пока я ее убираю. А для самого чизкейка мне сейчас нужна крошка. Я беру или печенье и делаю из него крошку. Шоколадное печенье. В данном случае я взяла шоколадные коржи. Я просто взяла бисквитный корж, раскрошила его. Сначала заморозила, а потом блендером очень мелко раскрошила. У меня получилась вот такая вот крошечка. Вот ее я и буду использовать для стенок и дна моего чизкейка. Значит, что я делаю? Я сюда, в эту крошку, выливаю сливочное масло, растопленное. Всю эту массу я перемешиваю. Тщательно перемешиваю. У меня должна получиться такая масса маслянистая. Крошка с маслом. Это у меня будет основа для чизкейка. И я выкладывать буду ей в борта и дно моего чизкейка. Очень ароматно, ароматно. Я очень люблю чизкейк. Вообще обожаю чизкейк. Но когда мы сделаем не из печенья, а именно из бисквита. Ой, это просто потрясающий вкус. Такой насыщенный, такой домашний и такой вкусный. Все, шоколадная масса у меня готова для основания. Теперь я беру формочку. Ее смазывать ничем не надо. Натирать тоже не надо. Просто обычная чистая форма в форме сердца. Можно круглую взять, если вы хотите. Но так как у нас День Святого Валентина, хотелось бы соответствовать празднику. Теперь я вот эту всю крошку вот так вот аккуратно высыпаю сюда. высыпаю и начинаю дальше с ней работать. Мне нужно сделать одинаковый слой, как снизу, так и по бокам. И я регулирую крошечку, начинаю ее вот так вот пальчиками. Сначала я их прикрепляю к стеночке. Где-то полсантиметра в толщину прикрепляю. Немного. Может даже чуть-чуть меньше. Я не буду делать высокий чизкейк. Оставляю обязательно внизу крошечку. А теперь уже работаю с боками. И бока я полностью начинаю вот так вот хорошо-хорошо прикреплять. За счет того, что они у меня сейчас жирненькие, вот масса вся, да, она такая жирненькая, она идет на сцепление, крошка вся. И очень хорошо держит форму. Но хочу сразу сказать, масса у меня не такая прям жирная-жирная. Нет. Она все-таки крошится. Регулирую все бока по высоте и по толщине. Они должны быть одной толщины и не должны быть толстыми. Потому что весь вот этот вот смак чизкейка, это как раз-таки начинки. И где-то так издалека должно доноситься вот это нежное, шоколадное, хрустящее такое лакомство. Но слегка. Поэтому толстые стенки я не делаю. Так вот. Нежненько. По высоте делаю тоже одно и то же. Везде, по всему сердечку. Высота обязательно должна быть одна и та же. И очень хорошо придавливаю пальчиками к стенкам. Так. Теперь у меня остается еще крошка, которая должна также уплотнить на самое дно. Распределяю ее. И теперь дно я начинаю вот так вот придавливать. Аккуратно, чтобы у меня не опали мои стеночки. Все делаю предельно аккуратно. Сейчас пока еще основа сырая. Она теплая. Поэтому форму она держит вот так слабенько. Теперь я беру стаканчик и дном стаканчика просто прохожусь по всему дну формы. Сердечко аккуратно по всем сторонам. И в то же время я придавливаю стаканчиком еще и стеночки. И дно, и стеночки. Все, моя формочка готова. Смотрите, я полностью ее хорошо вот прям к стеночкам и ко дну все пригладила. Все очень красиво, ярко. А вкусно как пахнет. Теперь мне вот эту заготовку нужно поставить на час в холодильник. Пусть она у меня стабилизируется. Побежали в холодильник. А теперь я приступаю к начинке моего шоколадного чизкейка. Я беру два яйца. К ним добавляю перетертый, очень хорошо перетертый творог. К этой же массе добавляю мой доморощенный маскарпоне из сметаны, который я сделала. Потрясающе вкусный вкус. Просто не оторвешься. Сюда же я вливаю сливки. Все холодненькое. Я добавляю ванилин. Уже запах идет потрясающий. И вот эту всю массу я перемешиваю. Перемешиваю лопаткой. Потому что, если я буду это делать венчиком и не дай бог миксером, масса получится воздушной, с маленькими пузырьками воздуха. Этого нельзя допустить. Поэтому все перемешиваем вручную. Вот таким вот образом. Аккуратно. И все так вот перемешается. Конечно, масса плотненькая, но она разбавленная сливками. Она быстро приобретает такую нежную, мягкую консистенцию. Смотрите, я использую в чизкейках творог. Я люблю очень нежный такой творожный, приятный вкус у чизкейка. Но обязательно перед этим нужно творог протереть. Это обязательно. И если вы хотите использовать какой-то сливочный сыр, пожалуйста, используйте. Возьмите крем-чиз. Их очень много разных. Возьмите и, пожалуйста, используйте вместо творога. Уже начинает собираться в одно что-то очень красивое. Аромат идет. О, сливочно-ванильный. Это же сказка. Так, масса уже отлично перемешалась. Сюда же я добавляю сахар. И сюда же добавляю крахал. И еще раз хорошо перемешиваю. Аккуратненько, аккуратненько. Вот так. Какая масса получается. Ее хоть ложкой ешь. Ну, такая вкусная. Теперь сюда же я добавляю растопленный шоколад. Темный у меня. Можно шоколад молочный брать. Я использую темный. Я люблю такой прям насыщенный чизкейк. Шоколадная масса должна быть разогрета где-то градусов до 60-70. Почему? Потому что она в холодной массе. Вот в этой. Может просто быстренько остыть, свернуться комочками. Поэтому быстренько я ее выливаю. Такую предельно горячую. Размешиваю. У меня получается вот такая шикарная шоколадная смесь. Очень шоколадная. Очень потрясающая. Форма с шоколадной основой полностью застыла. Простояла у меня час в холодильнике. Если вы спешите, то можно поставить буквально минут на 20 в морозилку. То же самое. Все то же самое будет. Итак, я беру мою форму холодную. И в холодную форму я выливаю вот это вот прекрасное шоколадное вкуснятинку. И быстренько разравниваю. Разравниваю его. Вот так. Одной высоты должно быть. Все должно. Вся масса плотно ложится к самому чизкейку. Прямо плотненько. Смотрите, какая красота получается. Вот такой вот. У меня получается чизкейк. Вот смотрите, теперь это заготовка. У меня простоит на столе минут 15-20. Для того, чтобы пузырьки, если они образовались в массе, поднялись. Я еще могу вот так вот тихонечко, немножко попостукивать. Но очень аккуратно, чтобы мои вот эти вот песочные края не упали. И вот в этом состоянии, после 20 минут от стойки, я вставлю в духовку. Включаю вверх-вниз. И обязательно включаю 200 градусов на 15 минут. По стечении 15 минут я убираю температуру до 110 и включаю еще 20 минут. По стечении всего времени выпекания чизкейк будет готов. Для моей идеи украшения чизкейка шоколадного мне нужен будет вот такой вот узорчик. Это в шоколадном молде я заливала вот такое вот желейное, жевательное желе шоколадное. Что мне для этого нужно? Для этого я сделала желе шоколадное и залила его в молд. Вот такой вот молд. Очень шикарный молд-веночек. Напишу, где это приобрести. Значит, смотрите. Я залила и поставила в морозилку. Прямо в морозилку. Где-то на час на полтора. Быстро очень застывает. Останавливается такое прям желейное, жевательное. Его легко вытаскивать тогда из молда. Если вы боитесь, оставьтесь часа на четыре. Тогда вообще вы вытащите мерзлый. Только после этого нужно будет его положить при комнатной температуре, чтобы он пришел в себя. И все. А теперь мне нужно его просто вытащить. Просто беру вот так вот по краю. Подножку беру, чтобы мне было удобно. И по краю вот так вот отодвигаю формочку. От этого самого желе. Отодвигается хорошо. Желе не мерзло. Простояло оно где-то полтора часа в морозилке. Теперь я беру и внутреннюю вот эту вот часть силикона тоже оттягиваю. Оттягивается легко. Отрывается. Все. Переворачиваю. Делать это нужно на подложке уже. И вот таким вот образом аккуратненько снимаю остаток силиконовой формочки. Удобно, очень легко снимается. Все просто. Вау. Все. Все, 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 все. Красота. Все. Молт я убрала. И у меня получился вот такой вот шикарный веночек. Он немножечко подмороженный. Видите? Я оставлю его минутки, ну, я не знаю, минут на 10 на столе. И он у меня быстро придет в себя. Мне он нужен гибкий, мягкий. И я начну уже им украшать чизкейк. После того, как чизкейк отстоялся, созрел у меня в холодильнике. Он зрел в ночь. Теперь я его буду вытаскивать и оформлять. Значит, я аккуратно, очень аккуратно открываю формочку. Так. Поднимаю бока. Прекрасно. Посмотрите. Все прекрасно отошло. Шоколадный чизкейк пахнет ароматно. Теперь мне нужно снять дно. Я беру лопаточкой или ножом. Как вам будет удобно. Поддеваю просто сам чизкейк. И туда вогнала лопатку. И вот так вот в это пространство, вот так вот. Затягиваю подложку. А уже... Ой, вернее, лопатку, а подложку... Опа! Все. Формочку я убираю. Все. Легко ведь, правда? Смотрите, какой шикарный чизкейк шоколадный получился. Шоколадный, шоколадный. Теперь я буду его украшать. Значит, я хочу сейчас залить это глазурью. Я сделаю ганаш. Шоколад и сливки. Я беру шоколад молочный, темный. Какой хотите, какой вы любите. Добавляйте сливки, тепленькие. То есть температура сливок и шоколада не должна сильно отличаться. Шоколад у меня такой, где-то градусов 40. Так, сливки комнатной температуры. Просто перемешиваю. Аккуратненько. Получается такая густая шоколадная масса. Просто очень замечательная. Прекрасно. Теперь сюда добавляем горячее сливочное масло. И перемешиваем. Ох, как сразу масса заблестела. Она стала глянцевой. Все-таки, знаете, сливочное масло добавляет свою фрикантность. Прекрасно. У меня масса получилась замечательная. Смотрите, какая чудо. Бортик у меня чуть-чуть выше, где-то в полсантиметра, чем сам чизкейк. Я выливаю быстренько. Чизкейк у меня холодный. Поэтому я быстренько распределяю весь мой ганаш ровненько во всей поверхности. Вот так. Красота. Представляете, шоколадный чизкейк, да еще с таким богатым слоем шоколада. Еще добавлю чуть-чуть. И вот так вот все раз. Управлю. Шикарно. Просто шикарно. Представляете, когда будет нарезаться, будет вот этот вот хрустящий, тонкий слой жареного шоколадного бисквита. Потом пойдет сырная масса с шоколадом. Ммм, такая насыщенная. И большой, и такой толстый слой шоколада. Сверху чудо. Все. Шоколадный чизкейк я залила еще очень вкусным шоколадом. И теперь отправлю это все в холодильник. Буквально минут на 10. Украшаю дальше. Я беру вот этот вот красивый шоколадный веночек. Разрезаю его в одном месте. И теперь очень красиво укладываю его вот так вот по бортику. Вы можете использовать любой молд, который у вас есть. Даже кусочком. Ну, то есть, есть какая-то полоска красивая молда. Ну, допустим, там какая-то веточка. Вы можете ее использовать. Наделать много-много таких веточек, залить. И потом использовать как украшение для любого торта. Посмотрите, как это здорово выглядит. Это шикарное оформление. Беру еще один мой веночек. Разрезаю его. И вот так вот докладываю свой орнамент. У меня на этот тортик ушло полтора веночка. Смотрите, какая здоровская идея. Да, это чудно. Это очень-очень клювенько. Только посмотрите, какая здоровская идея. Смотрите, сделать бортики из желе. Причем вы можете это делать как шоколадное, молочное, фруктовое, какое захотите. Все должно соответствовать оформлению торта. День Святого Валентина впереди. Почему бы нам не побаловаться розочками? Итак, я беру розочку с творожной крем-пастой. Смотрите, какая красавица. Она широкая, плоская. И вот такая вот очень-очень яркая. Это вид шиповника. Такой плетущейся розы. Итак, немножко срезаю ножки. И устанавливаю вот таким вот образом. Розочка смотрит прямо на меня под углом 40 градусов. Еще одна розочка. Срезаю вниз. И устанавливаю прямо на бортик. Прямо на бортик. Срезаю еще ножку следующей розочки. И устанавливаю еще и место. Ну, вот так вот. Очень важное правило розочки, когда устанавливаете на торт, никогда не ставьте вверх смотрящими. Они тогда кажутся как искусственные, не настоящие. Старайтесь розочку установить в таком порядке, под таким углом, чтобы она казалась живой. На веточке. Еще одну розочку я поставлю вот в этом уголочке. Вот так вот. Вот такие вот красивые ромашечки. На фольге они заморожены. Тоже с пороженной крем-пастой. Я их быстренько снимаю. И начинаю ими оформлять, добавляя и как бы разбавляя розочки. Ну, пусть это будет вот такой вот орнамент интересный. Беру еще одну розочку. Ромашку. Устанавливаю вот так ее. Еще одну ромашечку вот так поставила. Вот. На бортик. Вот так. Вдруг на друга немножечко она становится. И очень хорошо как бы обыгрывается. И вот так. Еще одну ромашку я добавлю вот так сбоку. Смотрите как. Сбоку вот этого края она как бы вот немножечко смотрит вверх, но немножко под углом. Маленький бутончик розы, полураспустившийся. Вот таким вот образом. Еще один вот так. Прямо в розочке поставила. Он смотрит вбок, но стоит прям на бордюрчике. Еще одну розочку я ставлю вот так. Бутончик. Вот так. То есть я уже обыгрываю полностью вот эту вот всю интересную композицию. Добавлю вот сюда. Разбавлю зелененькое. Разбавлю вот этим нежным розовым. В свою очередь у меня есть бутончики ромашек и я их немножко добавляю вот так вот к розочкам. Ну а почему нет? Очень быстро тает творожная крем-паста, поэтому работать с ней надо очень быстро. Беру ромашечки, вот эти вот бутончики и добавляю вот так. Вот так. Маленькие бутончики роз, прям маленькие зелененькие бутончики, розовенькое. Вот бутоны прям, знаете, такие закрывшиеся, но где-то выглядывает там розовый такой лепесточек. Их тоже добавляю в композицию. Они смотрятся очень свежо и очень красиво. Получается такое яркое цветочное сердце. Получается очень красивое, просто шикарное оформление вот такого тортика. Уже красиво, правда? Но не хватает таких ярких брызгов, прям вот таких сочных. У меня для этого тоже кое-что есть. Есть вот такие вот замороженные цветочки. Маленькие красные бутончики. И их я буду устанавливать буквально вот так вот, в серединку. Вот так вот, в серединочку. Так. Вот так. Сверху. Их не должно быть много, но они должны очень красиво оформлять, добавлять, добавлять. Такой орнамент. Здорово. Берем маленькую, прям маленькую. Вот так вот внедряем ее. Вот. Замечательно. И еще одну такую вот красивую я поставлю буквально вот так вот. Вот она. Очень красиво. Теперь дело за листочками. Я беру, быстренько снимаю листочки. Вы их, кстати, можете заморозить. У меня они замерзли. И я их просто вот так вот вставляю. Снимаю с подложки. И вставляю так, как мне хочется. Можно не замораживать листики. Это дело вкуса. Ну, за мороженными легче работать. У них фактура интересная. Они стоят, они вот такие вот прям натуральные, настоящие листики. Замерзает творожная крем-паста очень быстро. Размораживается тоже очень быстро. Поэтому всегда нужно знать, что работаем с творожной крем-пастой очень-очень быстренько. С мороженой, вернее, с цветами и листиками. Размороженная творожная крем-паста такая же вкусная, такая же красивая, такая же нарядная. Так что переживать из-за этого никогда не стоит. Вставляю вот так по бокам листики. И один ставлю вот так вот, прямо в центр композиции между цветами. Вот так. Ну, здорово! Если ты хочешь кремовой флористике на творожной крем-пасте обучиться, приходи ко мне 15 февраля, онлайн-курс двухмесячный. Я раскрою все свои тайны. Я научу тебе всему, что умею сама. Сейчас этот курс идет с 20% скидкой. Так что я тебя жду. Если же ты уверен в своих силах, и тебе не нужна моя помощь, то тогда для тебя курс самостоятельный. Тем более у него сейчас мега скидка, и стоит он всего лишь 3 900, и плюс к нему еще будет большой-большой подарок. Проект Три Буша. Продолжение следует...